Доброе утро! Меня зовут Артур Шерифов и добро пожаловать на мой канал. Некоторые вещи здесь могут показаться вам немного странными, но давайте будем честными. Неужели вы ожидали увидеть в квартире бывшего пранкера и анимешницы что-то другое? Так что давайте сразу ближе к делу. Честно говоря, я посеял свой основной микрофончик, поэтому это видео записываю на микрофон, с которого я стримлю. Он же микрофон, на который я раньше записывал пранки. Итак, после того, как я на стриме сказал, что могу входить в осознанные сновидения, чат просто взорвался просьбами рассказать поподробнее. Я, честно говоря, и не думал, что эта тема настолько всем интересна. Уже написано большое количество статей, книг. Существование осознанных сновидений уже научно подтверждено, но их природа до сих пор никому неизвестна и непонятна. И я считаю, что в этом весь сок. Мы не знаем, что такое сновидение. Мы не знаем, как это работает и не знаем, для чего это нужно. Но каждый из нас может попробовать себя в роли ученого. И для этого даже не нужно никаких дополнительных дорогостоящих штук. Я занимался этим очень долго, у меня богатый опыт и материала, разумеется, очень много. Вместить все это в одно видео, конечно же, невозможно. Поэтому мы сделаем такой некий сериальчик. В первом видео я расскажу вам о том, как мне пришла в голову мысль заняться осознанными сновидениями и каким образом мы можем видеть сны в принципе. Почему мы их запоминаем и что это вообще такое, что это за картинки, которые мы видим. Сегодня поговорим именно об этом. А о техниках уже чуть позже. Если вам действительно интересна эта тема, то обязательно поставьте под этим видео большой палец вверх. И если это видео соберет большое количество пальцев вверх, то я пойму, что нужно делать продолжение. Этот видеоролик будет таким вступительным. И в этом видео я буду изливать скорее мои мысли и поделюсь с вами некоторыми знаниями, которыми обладаю лично я. Мне, разумеется, тоже было очень интересно, как так может получиться. Надо открыть окно, слишком, слишком жарко. Я уже предвижу, какой будет самый популярный вопрос к этому видео. Действительно ли я сплю в такой пижамке? Нет, по такой погоде спать в пижамке невозможно. Я сплю под одеялом, потому что без одеяла уснуть не получается. И сплю без одежды, потому что потеть во сне это вообще не очень круто. Ну ты подтверждаешь, что я сплю без одежды? Да, да, да. Галышом сплю. Галышом сплю, да. Говоря простым языком, осознанное сновидение это такое состояние обычного сновидения, при котором главный герой, персонаж, смотрящий, тот человек, в голове которого все это происходит, понимает, что все это происходит не по-настоящему и во сне. Когда я учился в 10 классе, я уже несколько раз слышал об этом, но относился к этому как-то скептически. Еще один поезд. Вовремя они все повыезжали. Иногда в самые неприятные моменты сна мне очень сильно хотелось, чтобы все происходящее оказалось сном. В такие моменты я внезапно просыпался, разумеется, с чувством облегчения, что все это закончилось. Но, разумеется, в момент пробуждения я всегда был на эмоциях, и времени и желания задумываться о том, что только что происходило, у меня не было. Когда я позже вспоминал об этом, все было как-то в тумане, и именно так я и представлял себе сновидение. Мне всегда казалось, что во сне все происходит слишком нереалистично, в тумане, как будто ты смотришь фильм в очень низком разрешении. Но потом оказалось, что эти сны я просто такими запоминал. Разумеется, мне не верилось, что в таких вот мутных видениях можно осознать, что это на самом деле не происходит, и при этом не вылететь оттуда. И, разумеется, мне очень сильно не верилось в то, что всем этим можно еще и управлять. Как бы чем там управлять? Там, блин, 200 на 200 пикселей, там даже вариантов немного. По крайней мере, так мне казалось. Пока одним прекрасным утром я не увидел следующий сон. В то время я жил на Украине, в городе Горловка, Донецкой области. Донецкая область граничит с Россией. И каждое лето я ездил в Москву в гости к моему дяде. И вот мне снилось, что мы с дядей в очередной раз гуляем в Москве и гуляем на Красной площади. Была какая-то ярмарка, стояло очень много палаток. До сих пор я помню этот сон просто подозрительно подробно. И на самом деле на это есть причины. В какой-то момент сна я стал как идиот бегать по площади. Ну, просто в то время я и так был идиотом, и терять мне особо было нечего. Я начал бегать и внезапно стал ощущать какую-то странную легкость. Как будто я могу бежать не отталкиваясь от земли, а отталкиваясь как бы от воздуха. У меня даже мысли не было, что это сон. Я тогда очень мало что слышал об осознанных сновидениях и в них не верил. Я стал разглядывать детали и мне показалось, что все выглядит слишком реалистично. Именно так во сне, внутри сна я тогда и подумал. Обычно все выглядит не так детализировано, не так красиво. Серьезно, красная площадь выглядела идеально. Сейчас я понимаю, что тогда ниоткуда не падала тень. Как будто бы было большое крупное фоновое освещение. Я думаю, что программисты меня поймут. Не было источника света. Тень никуда не падала. Поэтому все выглядело ярко и красочно. Разумеется, будучи ребенком, ну, относительно ребенком, многие из вас сейчас тоже в 10 классе, Я особо не задумывался о том, как устроен свет. То есть я учил в школе физику, но для меня это был как будто другой мир. И мне казалось, что у всего есть свой свет. Сейчас у меня во сне такого нет. Но тогда было отчетливо понятно, что если палатка желтая, то она идеально желтая со всех сторон. Тень никуда не падает. И солнца на небе я тоже не замечал, хотя, честно говоря, туда не присматривался. Но из того, что я помню, солнца на небе не было. Я долгое время залипал на палатки, а потом стал залипать на брусчатку. Брусчатка выглядела офигительно хорошо. После этого на Красной площади я присматривался к брусчатке, и она так клево не выглядела. Я еще подумал, надо же, как классно выложили. Вот умеют же. Почему у нас в Горловке такие битые дороги, а тут все так классно? Так вот, пока я залипал на эту самую брусчатку, зазвонил будильник. В какой-то момент, залипая на брусчатку, я понял, что фоном идет звук будильника. Хотя, разумеется, его там быть не могло. Но меня это не очень-то и смутило. Я продолжил залипать на брусчатку. В какой-то момент я понял, что звук будильника играет уже относительно давно. И по-странному, слишком медленно. Мне было настолько интересно, что происходит, но я не мог и предположить, что это все сон. Посреди Красной площади звонит мой будильник из Горлов. Но я был тогда настолько сильно фантазирующим парнем, что у меня пошли просто мурашки по коже. Я реально чувствовал себя отлично от того, что происходит. Хотя, это было, разумеется, немного пугающе. Я продолжал залипать на брусчатку. Я заглядывался в этот камушек и удивлялся тому, как подробно он выглядит. И меня посетила мысль, что раз звонит будильник, нужно просыпаться. И я проснулся в Горловке в своей постели. Оказалось, что будильник действительно звонил. И каким-то образом этот звук пробрался ко мне в сон. Так вот, момент пробуждения был настолько коротким, просто мгновение, что мне показалось, как будто бы я мгновенно переместился из Москвы и себе в постель в Горловку. Я реально пару секунд не понимал, что происходит. Я все еще думал, что то, что происходило там, в Москве, происходило на самом деле. В этот переходный момент между состоянием сна и состоянием бодрствования, мы, как правило, забываем многие детали нашего сновидения. Но у меня тогда этот момент не наступил. Я был ошарашен, потому что все то, что я чувствовал во сне, было слишком сильно похоже на реальность. А некоторые ощущения были еще более сильными. Я понимал, что там все было намного более детализировано. И тогда я понял, что в этом сне не составляло никакого труда определить, что это был реально сон. И я подумал, что если бы я остался в этом сне с мыслью о том, что я сплю, это было бы нереально круто. И кажется, начался дождь. Тарелка, тарелка, дождь начался, прикинь. Серьезно, чуть-чуть внезапно. Внезапно дождь. С самого утра ужасно жарко. Легче станет. Да, станет немного полегче. Просто прикольно. В начале видео я рассказывал, как жарко здесь, а теперь, наоборот, будет прохладно. Но это хорошо. Я запомнил, насколько реально все было. Мне казалось, что все это только что происходило на самом деле. Меня это очень удивило. И я не мог поверить в то, что произошло. Мне до сих пор удивляет тот факт, что все эти ощущения, я помню, как ощущения, например, с выпускного, или когда мне первый раз отвели в школу, или когда я первый раз под... Ну, в общем, в общем, наряду со всеми памятными моментами моей жизни. И я побежал гуглить. Сейчас поезд проедет, я продолжу. Я побежал гуглить. Гуглил я очень много. И вот, что я нагуглил. Весь наш сон можно разбить на фазы. Фаза быстрого движения глаз и фаза медленного движения глаз. Мы будем их называть фаза быстрого сна и фаза медленного сна. Вторая фаза нам не очень интересна. Во время этой фазы мы тоже видим какие-то картинки. Но они скорее похожи на галлюцинации, чем на реальную жизнь. Просто в этот момент наш мозг как бы фильтрует всю ту информацию, которую он получил на протяжении дня. Как бы выбирает, что стоит запомнить, что стоит отложить в долговременную память, а что стоит хранить на уровне рефлексов. Я думаю, что подобное вы могли видеть в мультике «Головоломка». Когда мы засыпаем, как раз начинается фаза медленного движения глаз. После нее наступает фаза быстрого движения глаз. И это уже то, что нам нужно. Во время этой фазы в ход вступают те участки коры головного мозга, которые отвечают за зрение и за эмоциональное состояние. А эмоциональное состояние человека это, ну, просто мама не горюй. Тут есть где разгуляться. Именно поэтому часто во сне мы видим просто невероятные мозговыносящие истории с огромным количеством флешбеков, спин-оффов, с главными героями, с главными злодеями, с сюжетными поворотами. Только как все это получается вообще? Нет, серьезно. Ну, активизировались там участки коры головного мозга. Что теперь, обязательно киношку крутить? Как оказалось, да. Но никто не знает, почему. Это ли не круто? Теперь подробно разберем, как работает наш сон. Сначала наступает фаза медленного движения глаз. Информация фильтруется. Затем фаза быстрого сна. Мы под попкорн смотрим фильмец. И минута так через 20 на самом интересном месте фильмец прерывается. Мы просто-напросто просыпаемся. И так несколько раз за ночь. Правда, мы не помним эти моменты ночного пробуждения, поскольку они очень короткие. Не больше трех минут. Через три минуты мы снова засыпаем, и наступает фаза медленного движения глаз. Ну и так снова и снова. Мы не помним ночных пробуждений, потому что... Ну, скажем так, это умение досталось нам от наших предков. Все дело в том, что наши предки жили не совсем так спокойно, как мы. Вы можете со спокойной душой лечь в постельку, укрыться одеялом. И никто, кроме злобного теневого монстра у вас под кроватью, вам не страшен. Но признайтесь, у каждого из нас был свой монстр под кроватью. У наших предков тоже, возможно, были такие монстры. Но это еще не все. У них все было намного сложней. Двери в пещеру не закрывались на ключ. Просто потому, что дверей там не было. Знаете, есть такое правило. Если Магомед не охотится на Мамонта, то Мамонт охотится на Магомеда. Поэтому все парни и девушки по имени Магомед и не только были жуткими параноиками. Ну и не зря. В любой момент кто-то мог напасть на их пещеру. Будь то Мамонты или враждебно настроенное племя. По-хорошему, в те времена даже с этикой были большие проблемы. Так что если у тебя натянутые отношения с племенем, то опасаться стоило не только врага извне. Когда ты во сне, ты наиболее уязвим. Если тебя заколят, ты даже не успеешь закричать. И ты брут, ну если тебя свои убили. Это шутка такая была про Цезаря. Там Цезаря убил. Ну ладно, все, давайте продолжим. Дело в том, что чем дольше мы находимся в фазе быстрого движения глаз, тем сложнее нас разбудить. Получается, что если бы они не просыпались каждые 20 минут, чтобы проверить, не забодал ли Мамонт их друга, который стоит на стрёме, особенно если друга зовут Магомед, то уже через пару часиков их не смог бы разбудить даже звук нанизывания их самих на рога Мамонта. А это, я скажу вам, не самая приятная смерть. Так что в каком-то смысле, из-за параноидальных наклонностей наших предков, мы сейчас не можем смотреть очень длинные сны. А жаль, очень хотелось бы. В осознанных сновидениях действительно есть чем заняться. Это я говорю вам как человек, который, как правило, в жизни не скучает, и который очень много времени провел внутри сновидений. Итак, это было такое вступительное видео о том, как я пришел к мысли о том, зачем мне заниматься осознанными сновидениями, ну и краткая предыстория сновидений в принципе. В описании к этому видео есть ссылочки на мой твич и на мой инстаграм. В первом мы играем, а во втором мы живем, получается. Я лично не вижу ничего плохого в том, чтобы делиться моментами своей жизни, особенно с ребятами, которым это на самом деле интересно. Если вы из таких, то вторая ссылочка специально для вас. Если вам понравилось это видео и вы ждете продолжения, я жду от вас большого пальца вверх. Если я увижу, что больших пальцев много, это будет означать, что надо делать продолжение. В следующем видео мы поговорим с вами о том, как устроены осознанные сновидения, о том, какие методы существуют для вхождения в ОС, и какие лично мне помогли. Ну и самое интересное, расскажу вам о том, что лично я для себя обнаружил в осознанном сновидении. А я там много чем занимался. Очень интересно взаимодействовать с людьми, которые есть во сне, потому что это работает очень интересно. Ты знаешь, что ты во сне, но при этом кусочки твоего подсознания, которые как бы для тебя во сне являются людьми, не понимают, что ты это знаешь, и продолжают играть свою роль. Лично мне это просто выносило мозг. В осознанном сновидении ты можешь подойти на улицу к человеку, заговорить с ним, и он будет тебе что-то отвечать. Расскажу вам интересные примеры из своего личного опыта. Ну, а на этом пока что всё. До следующего видеоролика. Мой инстаграм и твич в описании. Всем пока!